МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьников хоккейному делу учили вчерашние шкалеры. Стальные лисы провели мастер-класс для учащихся. Об этих и других событиях подробнее. Сегодня начался судебный процесс по делу бывших владельцев компании МакТехноцентр. Напомню, супругов Ашманиных обвиняют в мошенничестве, в результате которого 25 жителей Магнитогорска и его окрестностей остались без оплаченных автомобилей. Вернуть деньги, либо, наконец, получить законное транспортное средство покупателю пытаются почти три года. На судебном процессе побывал наш корреспондент. Пикет без криков и требований. Больше как желание еще раз напомнить о себе. Три года они пытаются добиться правды, пока дождались только судебного разбирательства. Они до сих пор остались клиентами компании МакТехноцентр. Фирма уже не существует, но каждому должна более полумиллиона рублей. История обманутых покупателей похожа. Пришли в салон за новеньким авто, заплатили кровно нажитые, а купили мешок с воздухом за большие деньги. Мы вроде бы простые такие люди, да, у нас денежки с неба же не валятся. Собирали по копеечкам, где-то моя пенсия, где-то последняя зарплата с комбината. Решили сыночку тоже своему сделать приятное. Увидеть на судебном разбирательстве Читу Ашманиных потерпевшие не надеялись. Когда стало ясно, что машин не видать, семейная пара прекратила общаться с клиентами своей фирмы. Высший финансовый директор МакТехноцентра Флюра Ашманина и сегодня на вопросы прессы отвечать отказалась. Николай Ашманин выступил. Сказал, что вину он не признает. Это дело суда. Но про обязательства перед покупателями не забыл. Деньги должен отдать, планировать. Есть ситуации, которые буду решать по мере возможности. То, что хочу в этом городе жить и смотреть людям в глаза, это так. Николай Ашманин озвучил реальный срок выплаты денег после вынесения судебного приговора. И через несколько минут подал ходатайство отложить разбирательство на месяц, дать возможность новому адвокату ознакомиться с материалами дела. Суд наполовину сократил срок. А вот ходатайство потерпевших о заключении семьи под стражу отклонил. Тут двояко, значит, посадить это не выход. Кто-то должен вернуть деньги. Значит, посадят. Кто их выращивает? Деньги будут. Заставить его таким образом распродать или что. Ну, вернуть наши деньги. Почему он должен жить хорошо, а мы, значит, не считаем. Семье Ашмайных предъявлено обвинение по трём статьям уголовного кодекса. Мошенничество, присвоение или растрата и отмывание денежных средств. Максимальное наказание по каждой из них до 10 лет лишения свободы. Елена Астайна, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. В Магнитогорске продолжается профилактическая операция «Оружие-2011». В городские отделы полиции всё ещё можно добровольно сдать любые виды оружия и боеприпасов, причём за денежное вознаграждение. Какое, выяснял наш корреспондент. Два охотничьих ружья, два газовых пистолета и один травматический. Минувший день в 11-м отделе полиции выдался урожайным. У каждой единицы свой серийный номер и своя история. Буквально на днях собрался на рыбалку поехать. Ну и пошёл, решил накопать червей. Там возле базара кусты, и там много очень червей. И вот нашёл в кустах вот это ружьё. И вот решил быстренько сдать его. Смотрю, тут перепилено, переделано что-то. Следы спила на стволе нередко говорят о его криминальном прошлом. Полицейские рекомендуют обращаться к ним сразу же. Проверка оружия по базе данных может помочь раскрыть запутанные дела. Хотя в основном горожане приносят в отделение не боевые единицы. В основном идут травматическое оружие и оружие гражданское, то есть охотничье оружие. Моя рекомендация или первые действия граждан в случае обнаружения оружия, это необходимо прийти в отдел полиции и сообщить о находке. Инициатива ненаказуема, говорят полицейские, а в рамках операции оружие она ещё и поощряется. К примеру, за обычное гладкоствольное ружьё в отделе полиции выплачивается премия в 2000 рублей. На такие расходы полицейские не сетуют. Это связано и с антитеррористической деятельностью, и с преступной деятельностью, с применением огнестрельного оружия. Потому что когда вот эта операция проходит, то и граждане сообщают, и приносят оружие какое-то. И здесь, соответственно, дальше проводится профилактическая работа. Операция будет длиться до особого распоряжения министра внутренних дел. Сдать оружие до этого времени магнитогорцы могут в любом городском отделе полиции. Вне зависимости от места жительства и прописки. Галина Кочерова, Игорь Болонин, Антон Грабарев, Денис Маленцев. Вести Магнитогорск. В эфире Вести Магнитогорск. Продолжаем программу. В Правобережном районе практически завершён плановый ремонт тепловых, электрических сетей, а также систем водоотведения. В преддверии зимнего сезона городские коммунальщики проводят заключительные работы. Тему продолжит Игорь Болонин. Да будет свет. Электрик сказал, электрик сделал. При поддержке городской администрации впервые за 40 лет в доме 29 на улице Советской Армии меняют проводку и счётчики. С новым оборудованием, по словам коммунальщиков, энергоэффективность сетей возрастёт в разы. Первый шаг к этому – энергосберегающие лампочки в подъезде и световые датчики на уличных фонарях. В порядок приводят и канализацию. В подвалах устанавливают пластиковые трубы. Новая система водоотвода призвана решить старые проблемы жильцов 127 микрорайона. Неоднократно жители жаловались на то, что качество поступления горячей воды плохое, что приходится очень много, значит, долго сливать воду для того, чтобы она стала той температурой, которая необходима. В ближайшее время коммунальщики займутся установкой теплощётчиков. Основная часть плановых работ к этому моменту должна быть завершена. А именно ремонт электрических и канализационных сетей, продувка отопления и герметизация панельных швов. Ежемесячный отсчёт мы посылаем в ЖКХ для того, чтобы иметь полную картину по подготовке, скажем так, жилфонда к зиме. То есть там вот эти все мероприятия, что я вам говорил, они описаны. Сейчас коммунальщики проверяют и общее состояние хозяйственных коммуникаций, чтобы составить список объектов капитального ремонта на будущий год. Игорь Болонин, Денис Смоленцев, Вести Магнитогорск. В трамваях Магнитогорска появились спутниковые навигаторы. В рамках этого пилотного проекта приборы ГЛОНАСС уже начали монтировать вагонах 24 маршрута. Руководство Магуртранса заверяет в будущем, это позволит координировать движение на основных магистрали без задержек и с точностью до минуты. Тему продолжит наш корреспондент. Космические технологии на службе общественного транспорта. Продукт высокоинтеллектуальный, а задачи самые простые и насущные. Помочь избежать опозданий и простоев на линии. С начала следующей недели курсирование продвинутых трамваев будет отслеживать единая диспетчерская программа. Основной козырь это детализация и точность исполнения всех графиков, маршрутов. Это удобство пассажиров. Наличие контроля это безопасность пассажиров. Функции достаточно широкие. Это и возможность использования видеокамер. Оборудованные навигаторами трамваи де-факто лишь экспериментальная площадка. Де-юре один из пунктов федерального законопроекта. Он касается не только навигационной отрасли, но и безопасности граждан. В городе уже курсирует немало маршрутных такси с GPS-навигаторами. Теперь очередь за трамваями. Как и в случае с передатчиками Wi-Fi выбрали 24 маршрут. Это самый основной маршрут. В основном люди это пользуют. Он следует у нас по Карломарсу, где основной пассажиропоток. Пока о новом законопроекте, впрочем, как и о навигаторах в трамваях, пассажиры общественного транспорта имеют очень смутное представление. А вот с перебоями в графике движения они знакомы не понаслышке. Поэтому и рады изменениям. Ну, конечно, надо, чтобы нас хорошо возили. Потому что иногда... Вот едешь в сад на Грязного, например, до Грязного, стоишь, вот в начале, где-то в 11-м должен там трамвай, стоишь минут 40, ждешь, когда же в ту сторону пойдет трамвай. Я ничего не могу сказать. Я редко езжу на трамвае, поэтому мне все равно. Ну, я не против, конечно. Почему бы не сделать, если хорошо будет. Я полностью рвать. У разработчиков системы планы Наполеоновские. За навигаторами должны последовать автоинформаторы и видеокамеры. Елена Остайна, Игорь Болонин, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. В конкурсе карикатур «Улыбнись» завтрашнему дню, который организовали в Озерске, приняли участие художники из 27 стран мира. Они отправляли свои работы по интернету. Событие, связанное с карикатурой, как именно жанром изобразительного искусства, а он вполне имеет право так называться, это событие в мире карикатуры не только на российском уровне, но и на мировом. Участники конкурса – веселые люди. На любую ситуацию они смотрят не только с улыбкой на лице, но и с карандашом в руке. Даже на итоговой пресс-конференции организаторы на скорую руку готовят дружеские шаржи. В этом конкурсе участвовали и взрослые художники и дети. Жюри оценивало мастерство, новизну и тему рисунка. Судьи отметили, что юмор в разных странах отличается. В России и ближнем зарубежье преобладают социальные сюжеты. В солнечных странах любят изображать просто забавные ситуации. Сегодня верующие отмечают один из 12 главных праздников христианства – преображения Господни. В народе этот день называют вторым спасом. Это традиционный праздник урожая. В церквях освещают плоды земли – яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки. Даже существует еще и третье название праздника – яблочный спас. Последний, третий спас ореховый отмечается 29 августа. Металлург стал обладателем первого кубка губернатора Челябинской области. В финале магнитогорцы обыграли нефтехимик со счетом 5-2. А те, кто еще только мечтает играть в металлурги, сегодня побывали на мастер-классе «Стальных лис». О новостях спорта расскажет Мария Дронина. Мастер-класс «Стальные лисы» решили провести для хоккейных шкалеров. Однако желающих посмотреть, как что будет, собралась целая трибуна. Девушки, грязящие о спортивных звездах, и мамы с папами, мечтающие вырастить чемпиона. Папа болельщик, но сын сам захотел ходить в хоккей. И нравится, и дай бог, чтобы закончил эту школу. Почти 30 учеников и 4 учителя. Еще вчера они сами были школьниками, а сегодня уже настоящие звезды для юных хоккеистов. Потому сперва были вопросы и много, а только потом упражнения. Я как только вышел на лед, там сразу посыпались массой вопросов. Что да как? Откуда вы? Как вас зовут? Покажите, как бросить? Бросьте так, бросьте так. Но это очень приятно, что им интересно. Они любят хоккей, и это портуально. Я думаю, у них все впереди еще. В итоге, вместо запланированных 20 минут, мастер-класс шел час. Ребята проходили змейку и пытались перехитрить большого дядю Колю, вратаря «Стальных лис» Николая Павлова. Иногда у них это получалось. Мне научили хорошим пасам, и научили еще очень хорошо кидать. Больше пока ничего. Змейку неправильно. Вот мне исправили. Я всегда ноги неправильно ставил. На следующей неделе «Стальные лисы» сами будут показывать, чему их тренер научил. В среду в Челябинске стартует мемориал Цертышного. Думаю, в финале встретимся мы вместе. Будет это очень самый красивый финал. Английские джентльмены стали ближе уральцам. Магнитогорцы узнали, что такое регби и как в него играют всего полгода назад. А этим летом уже позвали челябинских соседей мериться силой. Правила взяли с интернета, также смотрели игры, видеоматериалы тренировочные. А правила здесь просты. Мяч нужно доставить за линию зоны противника. Можно и пас отдавать, но только назад. В «Магнитке» играли в пляжной регби. Самое простое по составу участников и самое безопасное по приемам. За что регби нравится? Не знаю, за мужиковитость какую-то, что ли. Такой бескомпромиссный спорт, динамичный, быстрый. Позволяет следить за собой, характер воспитывает. Ну, как и в принципе любой вид спорта. Такой, мужской. В Челябинск магнитогорцы штурмовали сразу тремя командами. Одна из которых состояла и воссе из болельщиков. А они раньше только в футбол играли. Но скифы проворнее лавировали между соперниками и бегали быстрее всех. Сложно. Пришли просто в нашу основную команду города, Стальный град, поддержать. У нас неделю назад проходил турнир по футболу. У нас на самом деле буревестник тема, это футбольная команда, но мы за спорты, мы в игре. И мы в регби тоже решили, пришли подержать, поучаствовать. Челябинцы увезли кубок, а магнитогорцам осталась порванная форма и шанс взять реванш в ноябре, когда в магнитке пройдет турнир по большому регби. Мария Дронина, Евгений Грудьев, Денис Смоленцев, Вести Магнитогорск. Какая погода нас ожидает в предстоящие выходные, узнаем через несколько секунд. Я же с вами прощаюсь, но ненадолго. О новых событиях уже в понедельник, 20.30 на телеканале Россия. До встречи. В Першемпенуазе ночью до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21. Изельского района ночью 4.6, выше 0, днем плюс 20.22. В Верхнеуральске ночью до 8 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 20 градусов. В Новообзаково ночью плюс 5.7, днем до 22, выше 0. В Магнитогорске переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью до 7 градусов, тепла днем до 21.